У нас сегодня очень необычное открытие с каким-то компонентом, что для вас, конечно, сюрпризом. Выставка нам попала благодаря колледжу технологии и искусства. Когда-то несколько месяцев назад в рамках одного из мастер-классов был задан вопрос. А вот такую фотографию автора из них мы можем здесь показать? Конечно. Музей открыт для хорошего и интересного материала всегда. Здесь 60 снимков в залах представлено. А вот так сделал автор, замечательный фотограф Анита Ани. Здесь портретная фотография. Это один из таких очень, может быть, значительных частей экспозиции. И краски Индии. Сначала это название было «Индия. Все краски радости». Потом автор немножко сделала более общим. И сейчас я не буду передавать слово официальным лицам. А сейчас вы увидите танец. В первую очередь я хочу поздравить наших дорогих гостей из Индии с их национальным праздником «Днем независимости». И поблагодарить, что нашли такую возможность в этот важный для страны день часть Индии, часть индийской культуры перенести на территорию Владивостокского государственного университета экономики и Сегаса. Мы всегда рады открытию выставок в нашем музее. Это всегда здорово. Благодаря нашим замечательным организаторам, сотрудникам музея, университет действительно стал центром культурным в последнее время. И все выставки, которые здесь открываются, исключительно интересны, исключительно качественны. Поэтому я и нашим экспонентам, и фотохудожникам хочу сказать, что вы не ошиблись с площадкой. И безусловно, именно на сегодняшний день это засуемое предложение для самых лучших работ. Я желаю всем добра, желаю всем приобщиться к краскам Индии и получить удовольствие от этой замечательной выставки. Спасибо. Спасибо, Оксана Ореговна. Для официального приветствия разрешите предоставить слово Генеральному консулу Республики Индия, господину Прадешу Фанангелу. Здравствуйте, всем. Это очень радостно, чтобы увидеть, что индийский артист был представлен здесь в Владивосток. Я хочу сказать вам, что вы делаете на фото о том, что на фото и их личности. И у вас будет очень интересна сегодня на фотохудожрении. Мисс Анита Анан и Наталья Терензеева организовывают эту экзибицию. Я надеюсь, что все вы получили небольшую глимпцию каждой жизни в Индии через эти фотографии. Мы очень рады, что сегодня у вас есть возможность познакомиться с ее работой и эта выставка состоялась во многом благодаря помощи и поддержке ее российской подруги и коллеги Натальи Терензеевой. Вместе эти девушки организовали эту выставку и представили ее для вас сегодня. Я очень надеюсь, что эта выставка станет прекрасной возможностью для вас получить какой-то краткий экскурс, иметь возможность кратко-коротко взглянуть на Индию с сегодняшнего дня. Надеюсь, вам выставка понравится. Я очень рад, что она вызвала у вас такой неподдельный интерес, что вы сегодня здесь с нами. Сегодня, на специальном дне, это 68-й Индепендентский день в Индии. Я надеюсь, что эта экзибиция не только успешна, но и помогает нам в создании более интересного культурного понимания и в стремлении связи между двух странами. Спасибо. Сегодня особый день для нас, для народа Индии, потому что сегодня мы отмечаем 58-й видов члены независимости нашей страны. Я надеюсь, что, я уверена, что эта выставка действительно станет необычайно успешным событием в жизни нашего города, но и также послужит делом лучшего узнавания нас, наших народов друг для друга. Узнавания с точки зрения культуры через фотографию. Спасибо. Это абсолютно правильная уверенность в том, что выставка вызовет интерес. Уже сегодня звонки зрителей, которые собираются прийти завтра на выставку в субботу, вместо того, чтобы уехать куда-то к морю и потратить свое время для того, чтобы посмотреть фотографию. Ну, а на самом деле, автор Анита, которая сейчас тоже будет предоставлена с ним, уже три дня в Владивостоке, и она каждый день приходит в этот зал, и, несмотря на короткий период, мы как-то успели подружиться и идут в общении. Анита сказала о том, что у нас очень много общего, и при том, что мы на разных языках говорим, по-разному смотрим, может быть, на какие-то вещи, в русских тоже много тепла и такого же, может быть, искреннего чувства по отношению к своей собственной стране, и, наверное, с этим можно соглашаться. И она сказала о том, что у нас тоже очень много красок здесь, сегодня, когда солнце, это особенно видно, и, кроме того, еще о том, что у нас есть какая-то одна общая история, которая когда-то началась, ну, если говорить о моем детстве, это были индийские фильмы, мы очень активно смотрели, а сегодня это возможность ехать, путешествовать, смотреть собственными глазами. Люди из Владивостока, они бывают в Индии и делятся своими впечатлениями. И, конечно, на выставке какие-то вещи они увидят вновь, заново откроют для себя чему-то, получат свое подтверждение, и сейчас они-то чуть больше скажут о фотографиях для своей работы. Пожалуйста. Добрый день. Жилитра Чития. I would like to... I'm not very good with words, that's why I am a photographer, as we can say. But I would like to thank the Council General of India, Commissioner Pandey, and Olga and Nantiyash for this opportunity. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»